Доброе утро, дорогие друзья! Желаю вам хорошего настроения, замечательного самочувствия, всяческих успехов. Надеюсь, вы уже закупаете подарочки на Новый год для своих друзей и близких, чтобы их порадовать, чтобы они порадовали вас. Желаю вам хорошенько отдохнуть на приближающихся выходных. Они все ближе. Друзья, главная новость прошедшего дня это, конечно, расследование Алексея Анатольевича Навального по его отравлению. Давайте коротенько обсудим, что на самом деле было сказано, насколько, чему можно верить, чему верить можно с оговорками. Значит, смотрите. Первое, что сказал и, главное, показал Навальный, это то, что группа лиц, частично с измененными фамилиями, фамилиями и именами отчества, его несколько раз сопровождало в его путешествиях по стране. Путешествие в Калининград, путешествие в тот же Томск. Судя по проведенному расследованию, это сотрудники Федеральной службы безопасности. И, вы знаете, уже одного этого факта хватает, чтобы четко сказать, что да, дело какое-то мутное. ФСБшники не могли просто так случайно с ним туда-сюда мотаться. Это в самом деле агенты именно этого ведомства со специфическим биологическим, химическим образованием. И, на мой взгляд, государство уже на основании одних только этих данных должно отчитаться. А что вообще происходит? За каким таким лешим группа специального назначения, судя по всему, сопровождает известного блогера, политика, как угодно называйте, зачем это происходит? Мы слышали рассуждение на тему того, еще это месяц назад, два месяца назад, что, наверное, Навального всегда сопровождает группа, наоборот, защиты. Что, мол, если с Навальным что-то случится, конечно, все проблемы огребет именно наша власть. Поэтому в интересах нашей власти защищать Навального от случайных грабителей, от случайных неприятностей, покушений, кого угодно, чтобы, не дай бог, не было повода того же Путина объявить в покушении или каких-то других неприятных ситуациях. Хорошо, допустим, если такая группа должна существовать, это же не могут быть все время одни и те же люди? Зачем их так много, там, три человека, четыре человека с ним сопровождает? И главное, почему у них тогда у всех специфическое образование? Эти вопросы должны быть заданы, должны быть озвучены. В них нет ничего прям такого особо крамольного. Пусть они попытаются объяснить. Если же объяснений на самом деле никаких нет, то тогда ситуация становится ясна, как белый лист. Второе. Алексей Анатольевич раздобыл с помощью своих коллег из организации BillingCat раздобыл переговоры телефонные, раздобыл геолокации, а тут возникают вопросы. Если эти данные они смогли пробить, они смогли достать, почему в самом расследовании не показать скриншоты? То есть Навальный говорит, что они получили эти данные, но он их не показывает. Он не показывает, как выглядят эти самые геолокации. Он не показывает, как выглядят эти самые расшифровки телефонных звонков, кто с кем когда разговаривал. Это подозрительно. Почему он это озвучивает, но показать не может? Так не делается. Надо было показать. Вот эта информация, у меня доверие уже... Я сомневаюсь в этом. В этом стоит как бы провести больше ясности. И, соответственно, главное обвинение, это то, что, соответственно, его отравили не один раз, а уже несколько раз. Чуть не была отравлена его супруга. Еще в Калининграде его самого второй раз пытались отравить. Он хорошо объяснил, почему на самом деле его не дотравили, потому что, если бы они в любую из попыток переборщили с дозой, он бы умер на месте, было сразу понятно, что да, он убит именно отравлением, да, к этому причастны определенные спецслужбы, и тогда уже они бы не могли отбояриться, отбрехаться. А вот так вот, подбирая аккуратненько дозу, они с одной стороны и приближали его смерть, и с другой стороны они оставались, выходили сухими из воды, оставались в безопасности, потому что именно минимальная необходимая доза это идеальная картина для действия этого боевого отравляющего вещества, то есть человек сначала чувствует себя отлично, потом постепенно ему становится хуже, и в какой-то момент он все-таки умирает, вот такое подобное естественному нарастанию событий, оно и не вызывает особых подозрений. Именно к этому и стремились спецслужбы. На самом-то деле, судя по обсуждениям в социальных сетях, люди скорее склонны верить в это расследование, чем не верить. Ну и самое главное, Навальный в открытую обвиняет Бортникова, директора ФСБ, и обвиняет Путина в том, что они организовали вот это все покушение, неудачное, к счастью, неудачное покушение на Навального. К чему это приводит? Все время градус этого конфликта нарастает. Теперь, как только Навальный явится в Россию, ему обязательно будут предъявлены все возможные обвинения в клевете, в подлоге, в шантаже, там, что угодно придумают, обязательно и цитаты из ролика надергают, то есть Навальный до смены власти, до социального взрыва и революционной ситуации в стране появляться не сможет. Надо понимать, что у нас остается меньше года до следующих выборов в Государственную Думу. Остается 9 месяцев. Сейчас вся оппозиция должна сосредоточиться, на мой взгляд, должна сосредоточиться на том, чтобы сделать все, чтобы единую Россию мы прокатили на этих выборах. Люди наконец-то понимают, что к чему. Уже все в бешенстве, родительская общественность, учителя, которые раньше, может быть, фальсифицировали эти все голосовалки, сейчас учителя в бешенстве, предприниматели, те люди, кто на пенсионной реформе только начали просыпаться, сейчас они на самом-то деле дошли до точки кипения. Эту энергию, которая в массах есть, политические партии, политики должны взять, обуздать и направить. Ребята, давайте готовимся, становимся наблюдателями, идем, голосуем, партию ядро в помойное ведро. Как только оппозиция приходит в Государственную Думу, первое, что они делают, если их большинство выносят импичмент президенту, президент Путин отправляется вместе с партией ядро на свалку истории. Это вполне реально. Это вполне ну, это сейчас, это реально, как никогда за последние 20 лет. Вместо этого, судя по всему, Навальный будет говорить, ребята, это власть преступная, с ней дела никакие решать невозможно, смысла никакого нет, поэтому на выборы мы не идем. Мы давайте бойкотировать будем любые выборы. это будет исключительно на руку существующей системе, существующему режиму, существующей власти. Если Навальный в самом деле пойдет по этой дорожке, ну, я даже не знаю, как это комментировать, это очень, очень странно. То есть, в интересах Навального, исходя из его последних заявлений, исходя из его открытой, не просто там соперничества, а вражде, настоящей вражде с Путиным, выход остается только один. Доводить государство до социального взрыва, приближать любую революцию, не давать никакому конструктиву как бы просыпаться. И вот когда в России рванет, когда у нас здесь возникнет по-настоящему мутная водичка, он с удовольствием сюда вернется и скажет, ребята, вы знаете, кто тут принц на белом коне, я готов вас спасти, я самый честный, самый правдивый, сделайте меня президентом. Судя по всему, что-то похожее может произойти в нашей политической сфере. Что думаете вы о таком раскладе, о таком развитии событий, пишите в комментариях, интересно почитать. спасибо, что вы мне написали по поводу длительности роликов, что 15 минут это оптимально, то, что вам нравится смотреть, слушать. Спасибо, учтем. Значит, сохраняем нынешний формат. Еще раз всем спасибо, хорошего вам дня, хорошего настроения. Будем держаться вместе, несмотря на то, что многие многие считают, что держаться вместе это ниже их достоинства, что держаться вместе это грязно и подло, что все должны держаться исключительно за них. Ой, когда я смотрю, что происходит в нашей политике, я просто на самом-то деле диву даюсь. Вот вчера движение Платошкина объявило, что оно категорически отказывается иметь что-то общее с движением Валерия Соловья, потому что якобы Валерий Соловей хотел устраивать Майдан по белорусскому сценарию. Насколько я понимаю, это не главное в движении Соловья и как раз по белорусскому сценарию они при всем желании ничего устроить не смогут, потому что белорусский сценарий был основан в первую очередь на идиотизме правящей группировки во главе с Лукашенко. Эта власть устроила тот самый белорусский Майдан на социальный взрыв. Соловей в этом плане ошибается и он не так уж яро эту идею продвигает. Сейчас как раз все сводится к мирным законным акциям и встречам и прогулкам в центрах городов и не только в центрах городов. Вот о чем идет речь. Вот о какой планомерной постепенной работе говорится. Если все, что мы видим в Соловье, то, что он только готовит революцию и так далее, но это странно. Ой, ничего, прорвемся. Прорвемся, друзья, товарищи. Впереди у нас интересные времена. Ближайшие год-два будут переломными для нашей истории. Вместе мы сила. До новых встреч. Пока. Продолжение следует...